Товарищи, сегодня в нашем университете Так сказать, нас радкая, самая хорошая лекция под конец Это и интересная, с интересным названием Коррупция как социально-экономическое явление Прочитает ее нам доктор экономических наук Академик, член, действительно член Петровской академии наук и искусств Пани, Василий Николаевич Ворович Спасибо Коррупция как социально-экономическое явление Добрый день, уважаемые слушатели, друзья, единомышленники Так я скажу Мне приходится не первый раз выступать и перед вашей аудиторией Сегодня тема обычная и необычная Коррупция как социально-экономическое явление Ну, можно с уверенностью сказать Что это слово, понятие на устах у всех людей Не только России, но и всего мира Ну, как гласит восточная пословица От того, что мы говорим халва-халва Если халвы нет, во рту слаще не будет Поэтому многие, я убедился уже как лектор И при работе с молодежью И со зрелой аудиторией Что многие явления, как бы понятные Они, по сути, не совсем понятные С точки зрения сущности, содержания и так далее Коррупцию многие публицисты, ученые Рассматривают как некое нравственное явление Как некую моральную категорию С тем, чтобы затушевать вот эти капиталистические противоречия Типа ответить так Ну, чего вы хотите? Коррупция всегда была, будет, есть и будет А что вы требуете на сегодняшний день? У нас ни лучше, ни хуже Поэтому, чтобы нам понять, а мы занимаемся наукой Мы должны рассмотреть и сущность коррупции Как явление И признаки коррупции И так далее, и тому подобное Ну, как я уже не раз говорил Как говорили древние греки Об ово Что значит начнем с яйца Сначала Для того, чтобы говорить о коррупции Нужно понимать, а что такое коррупция У нас нередко коррупцию Сводят только взятки Далеко это не так Мы подготовили уже По этой архиважной теме Монографию Прогрессивные ученые Санкт-Петербурга Под моей научной редакцией И ответственный редактор Воронцов Алексей Васильевич Многие из вас его знают Эта монография будет где-то Издана осенью, скорее всего Я думаю, что кое-кому Мы вам подарим Через Михаил Васильевича Поскольку он тоже Один из авторов Этой монографии Я думаю, что Мы начнем с того Что выясним Исторки Понимания самого Понятия В этом случае На наш взгляд Исходно необходимо Использовать Следующие два Взаимосвязанных Латинских выражений Первое Корупере Что значит Расстревать Глагол И второе Коррупцион Подкуп Порче Существительное И то и другое Для определения Понятия коррупции В их органическом Понятии Подходит И мы будем Отталкиваться От этого Исходного Понятия Здесь я буду Конечно Как любой Идеректор И как ученый Предлагать свое Понимание коррупции Который может быть И не совпадет С вашим пониманием Но слава богу Как обычно В общественных наук Мое определение Коррупции Следующее Коррупция Это незаконное Обогащение Физических лиц Как экономических Субъектов На основе Использования Ими Дозностного Экономического Или Социального Статуса Это очень важно И дальше Вы поймете Почему Еще раз Подчеркнем Что в основе Коррупции Лежат А Продажность Экономических Субъектов То есть Физических Лиц Дело в том Что все мы с вами Физические лица Выступаем Как экономические Субъекты На уровне Домохозяйства И так далее И тому подобное Б Реализация Экономическими Субъектами То есть Физическими Лицами Своих Корыстных Интересов В этом суть Коррупции И в использовании Экономическими Субъектами Своего Должностного Экономического И социального Статуса Вот недостатка Многих Определений Коррупции А ее дает И всемирные Банки Организации Объединенных Наций Ну кому не лень Все дают Определение Этого понятия Они сводят По сути Коррупцию К двум моментам К продажности И корыстным Целям Так это присутствует И при любой краже При любом чечении Это присутствует И так далее Поэтому трудно Как бы отделить Саму коррупцию От других Форм Ну прямо скажем Чечения Кражи И так далее Конечно Особого Разъяснения Требует Понятие Сами Статуса Должностного Статуса Экономического Статуса И Социального Статуса Должностной Статус Выражается Следующим Он выражается В том Что некоторые Лица Физические Как экономические Субъекты Выступают В качестве Должностных Лиц То есть Субъектов Управления Другими Людьми Мы привыкли Инорс Рассуждать Так Что управление Сама коррупция Связана только С государственным Управлением Ничего подобного Как известно Должностной Статус Существует И управление Существует Не только В государственной Сфере управления Ну и в частном Сектор Экономики Даже И на уровне Домохозяйств Поэтому Там где люди Занимают Какую-то Должность То есть Наделены Властными Полномочиями Они уже Потенциально Выступают Как в будущем Некими Потенциальными Скажем так Коррупционерами То есть Они имеют Возможность Заняться Если будет Случай И желание Коррупции В этом Суть Должностного Статуса Очень важны Статусы Экономические Экономическим Статусом В условиях Рынка Или как мы Говорим Капитализма Наделены Прежде всего Представители Бизнеса Потому что Они располагают Определенными Имущественными И финансовыми Возможностями Проще говоря Экономический Статус Используют Собственники Физического Капитала То есть Средств Производства И Б Собственники Финансового Капитала Денежного Капитала Часто Это Выливается Некое Лоббирование И Так называемый Коммерческий Подкуп Коммерческий Подкуп Чаще всего Этот Подкуп Направлен На подкуп Должностных Государственных Лиц Почему? Потому что Государственные Должностные Лица Располагают Ресурсами Распределением Этих Ресурсов И Вполне Естественно На это Клюют Представители Бизнеса Очень важный Важное Понимание В системе Коррупции Занимает И социальный Статус Социальный Статус Редко Как-то Нами Рассматривается А он В жизни Имеет Немаловажное Значение Напрямую Социальный Статус Как бы И не связан Ни с должностным Ни с экономическим Статусом Но и Здесь А приори Заложено И нажива И корыстный Интерес Который Движет Людьми Наделенными Социальным Статусом В основе Социального Статуса Лежат Такие Аморальные Явления Как Благ Кумовство Семейственность Клановость Личные Родственные Другие Связи И отношения Конечно Когда я говорю О нынешнем Капитализме А речь идет О нынешнем Капитализме В Российской Федерации У нас Полноценный Капитализм Нравится Или не нравится Как я не раз говорил Уже во всех Аудиториях Почему Потому что 90% Уже около 90% Это частный Сектор экономики Извините Больше чем Соединенные Штаты Америки Это есть Махровый Капитализм Нравится нам Или не нравится Конечно Социальный Статус Использовался И бывшем СССР Были явления Моральности И так далее Но как бы мы Не обижались На бывшую Советскую власть Все же Там существовали Некие Правила Ограничения Допустим Я помню Вряд ли я бы Встретил В институте В университете Чтобы на кафедре Работал Отец и сын Сейчас Плошь и рядом Особенно Это Наблюдается В сфере Культуры Возьмите Драматическое Искусство Возьмите Кинематограф Возьмите Эстраду Сплошные Семейные Кланы Некоторые Обыватели Так говорят Это ничего страшного Это дети Талантливые И так далее Но ведь Эти Дети Не пошли В слесари И в токари А хотят Тоже Как отцы Как родители Блистать На поверхности Получать льготы И так далее И во многом Это не частный Сектор Экономики А государство Театры содержит Государство Кинематограф Собсидирует Государство В большей мере Науку Государство Культуру И так далее И так далее Так что это все Не безобидно Поэтому Вот эта Плановая Братья Она практически Отодвигает Истинно Талантливых Людей На задний план Потому что Это отрасли Где можно Из любого Ребенка Сделать Ремесленника Очень удачно Очень удачно Из того же Режиссера Можно режиссером Сделать Из актера Актером Он не будет великим Да Ну будет И выполнять Определенную роль И так далее Так что Это все Не так безобидно Как кажется В обществе Как кажется Но раз У меня Создается Уже Впечатление У многих Людей Они ко мне Обращаются Говорят Василий Николаевич Уже Создается Впечатление Что честному Человеку Нет места В этом Обществе Там благ Там семейственность Там собственность И так далее И в этом Правда Есть своя В этом Правда Есть своя Безусловно С другой стороны Этот социальный Статус Приводит К растлению Общества К разложению Общества Если везде Благ Семейственность То каждый думает А чем я хуже И так далее Я Это целые Семейные кланы Уже на слуху Их можно Десятками Пересчитать Здесь единственное Я могу сказать Почему социальный Статус И пользуется Да потому что Особого таланта От природы Не надо Почему не появился В семье Шолохов Второй Шолохов Почему в семье Толстого Не появился Лев Толстой Почему у Пушкина Несмотря на Разветвленную Систему Потомков Не появился Пушкин Да потому что Извините Это природа Дала талант А здесь Извините Все искусственно Можно слепить Эстрадника Можно слепить Режиссера И так далее Интересно Еще такая вещь Это не я Наблюдать Все вы Возьмите Те же Соединенные Штаты Тот же Голливуд Вы редко Встретите Наследственного Режиссера Актера И так далее У нас Возьмите 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 Нынешнее Состояние Человеческого Общества Коррупция Возникает Вместе С возникновением Государства А экономическая Основа Государства Как известно Это прибавочный Продукт После того Как в результате Развития Производительных Сил Появился Прибавочный Продукт Переведу Переведу На обычный Язык Некий Избыта Продукта Над необходимым Продуктом Появилось Государство Появился Государственный Аппарат Появился Эксплуататорский Класс Который Живет По сей день За счет Прибавочного Продукта Появилась Коррупция Почему Да потому Что Первопричиной Коррупции Является Частная Собственность Первопричиной Коррупции Является Несправедливое Распределение Материальных Благ Вот в чем Проблема В обществе Где нажива Выдвигается На первый план Громадная Обитательная Почва Для коррупции Каждый думает А чем я хуже Чем я хуже Если тот Миллиарды Наворовал И мы знаем уже И фамилии не будем Называть А чем я хуже Давай я попробую И так далее Нужно сказать Что Сама коррупция Связана И с появлением Государства И с нарушением С грубым Нарушением Самого Понятия Справедливости Как сказал еще Аристотель В обществе Где нарушена Мера Справедливости Значит Нарушена И мораль Нарушена И мораль Ну А Августин Блаженный Прямо сказал Я в своих Статьях Это привожу Государства Бесправедливости Это ВРТ Просбойников Что мы наблюдаем Во многих странах Это ВРТ Просбойников Поэтому Проблема Справедливости Она рядом Идет Проблемой Коррупции Я должен Сказать Что не только Мы с вами Вот такие Понимающие Люди Но скажем И в древности Эти вещи Уже понимали Помимо того Что Аристотель Сказал о нарушении Меры Справедливости Флаг Он небезызвестный Он был Сторонник Справедливого Устройства Общества А когда был В рабовладельческом Обществе Трудно представить Такого человека Необычного Который В рабовладельческом Обществе Мечтал о справедливом Обществе И он был Против частной Собственности Считая Что именно Частная собственность Источник Всех бед И зол И он был прав Он вступил Как известно В дискуссию С тираном Дионисием Думал Что тот Просвещенный Человек А тиран Есть тиран Тот тоже был Собственник Дионисий Его выслушал А потом сказал Необходимо Тебя казнить И уже Собрался Казнить Ну еле друзья Так сказать Спасли Платона То есть Это проблема Уже давнишняя Проблема Давнишняя И так Коррупция Это не вечное явление Это историческое явление Которое Возникло С возникновением Государства Экономически С возникновением Прибалочного продукта А следовательно Коррупция Как социально-экономическое Явление Отомлет Вместе с Отмиранием Государства Вот В чем Вся проблема Здесь Я вам скажу Что на протяжении Всей истории Все уделяли Коррупции Огромное влияние Потому что Коррупция Как негативное явление Оно могло Разрушить Государство Впервые На государственном уровне В проблеме Коррупции Было Уделено Серьезное Внимание Еще В шумерском Городе Государстве Лагаша В третьем Тысячелетии До нашей эры Вдумайтесь В третьем Тысячелетии До нашей эры Царь Лагаша Был очень Строгий Человек Он Использовал Смертную Кадь Против Коррупционеров И так Далее Проблема Коррупции Занимала Фараонов Египетских Дело в том Что в Египте Был огромный Чиновничий Аппарат Проблема Коррупции Занимала И римских Императоров Консолов И так Далее Проблеме Коррупции Уделяли Внимание И я бы Сказал Просветленные Умы Человечества Так Например Не обошли Стороной Проблему Коррупции Мировая Художественная Литература А также Публицистика Так знаменитый Данте В своей Божественной Комедии Коррупционеров Мздоинцев Тогда не было Слова Конечно Коррупционеров Мздоинцев И так далее Предпослал Восьмой Предпоследний Крукад Вдумайтесь А знаменитый Интересный Пример Для меня Для России В историческом Плане Особый Интерес Представлял Указ Петра Первого Который Назывался Так О Военные На первом Месте На уровне ООН Приняты Несколько Конвенций По борьбе С коррупцией В системе Европейского Союза Тоже Приняты Свои Конвенции И так далее И так далее То есть Общество Не спит Общество Не спит В декабре 2008 Года В России Был принят Федеральный Закон О Противодействии Коррупции О Противодействии В декабре Повторяю 2008 Года В России Был принят Федеральный Закон О противодействии Коррупции Ну Вполне Естественно Этот Так скажем Закон Размножен Он Получил Своё Воплощение В уголовных Кодексах Административных Кодексах Подзаконных Актах И так далее И тому подобное Здесь Я бы мог Вам привести Пример Как трактует Привести Или нет Как закон Сам Россия Трактует Коррупцию Приведу Согласно Действующему Российскому Законодательству Подкоррупция Подразумевается Злоупотребление Служебным Положением Дача Взятки Получение Взятки Злоупотребление Полномочиями Коммерческих Подкуп И иное Незаконное Использование Физическим Лицом Своего Должностного Положения Вопреки Законным Интересам Общества И государства В целях Получения Выгоды В виде денег Ценностей Иного Имущества Или Имущества Или услуги Имущественного Характера Ну достаточно Там еще есть И так далее Сразу же Скажу Вот когда мы слышим Мнение нас всех И обывателей разных Говорят Вот в России Страдает законодательство Да ничего подобного Успокойтесь В России Существует Разветвленное Антикоррупционное Законодательство Россия Как там Говорят Ну Парламент Когда Ну Международный Акт какой-то Ратифицировала Конвенции Евросоюза ООН И так далее Все у нас есть А в чем же проблема А проблема одна Одна из низких Правоприменительных Практик в мире Мы не используем Законы Я вам Что я буду Называть Дело Оборонсервис Ясно Такое же дело Можно И по Промбанку Вспомнить Где Миллиарды Крутились И практически Этот Миллиардер Был сенатором И так далее Не понес Серьезного Наказания Да еще Можно Десятки Привести Пример То есть Проще говоря Низкое Правоприменительное Практика И не надо Там Расстреливать Если бы Каждый Коррупционер Знал Что он Завтра Окажется Перед Уголовной Ответственностью Судом Другая Картина Была Улавливайте Так что Проблема В этом А не то Что там У нас Мало Их Тысячи Закон Но они Не используются Они Не используются Повисают В воздухе Вас Конечно Интересует Я цифрами Не буду Забивать голову Потому что Наша задача Грамотно Разобраться В этом Явлении Что же В России А в России Делается Следующее Современная Россия Занимает 136 место Из 175 Стран По Индексу Восприятия Коррупции Улавливайте 136 место Из 175 Стран По Индексу Восприятия Коррупции Есть Данные Укрупненные Они Запоминаются Хорошо А что Делается Скажем За бугром За бугром Тоже Есть Коррупция Безусловно Это А что Такой Индекс Индекс Ну как Вам Сказать Ну вот Отношение Людей К оценке Коррупции И так Да Нет Не Позитивное Самое Негативное Да Конечно 136 место Если бы Мы На первом Месте Из 175 Стран То есть У нас Практически Широкий Простор Для Коррупции Так Скажем И в моральном плане У нас Негативное Отношение Коррупции Сейчас Год Да В 14 Году Суммарная Это Коррупция Денедная Коррупция Составляла 300 Миллиардов Долларов 300 Миллиардов Долларов Ну практически Это бюджет 300 Миллиардов Долларов А какой Вы можете Спросить Основная Форма Коррупции Конечно Взятка Как там Дела Обстоят Там дела Тоже Обстоят Весьма Негативно Средний Размер Коррупции В 14 году Составил Около 700 Тысяч Рублей Средний Размер Коррупции В 14 году Составил Около 700 Тысяч Рублей Ну Чтобы Не сложилось У вас Впечатление Что только Наша Россия Вот так Страдает Нет Во многих Постсоциалистических Странах Положение Не лучше Не лучше На той же Украине В Евросоюзе Лидирующее Положение По коррупции Какие страны Как вы думаете Занимают Ну допустим Если бы вы Мне экзамен Сдавали Румыния Правильно И Болгария Румыния и Болгария Занимают Первые места По коррупции Постсоциалистические Страны Конечно Скажем Суммарном выражении В прошлом году Евросоюз На коррупцию В Евросоюзе Приходилось 130 миллиардов Долларов Ну В два раза Слишком меньше Чем в России 130 миллиардов Долларов Хотя Конечно Везде Есть Коррупция Можно Конечно С разных сторон Рассматривать Коррупцию Но Еще раз Хочу сказать Следующее Как ученые Чтобы ясность У вас была полная А коррупция Это историческое явление Возникает с появлением Государства Экономически С появлением Прибавочного Продукта И отомрет Вместе с отмиранием Государства Б Коррупция Имеет Самый Широкий Размах Именно При капитализме В условиях Рыночной Экономики Почему Да потому Что именно При капитализме В условиях Рыночной Экономики Имеет Очень существенное Нарушение Проблемы Распределительных Отношений Где Распределение Материальных Благ Осуществляется Не по труду А по Размерам Собственности На физические И Денежный Капитал Я как студентам Говорю А какие претензии К нам Скажем К Абрамовичу Он вам скажет Я все по закону Действую Я получаю Доход От своей собственности И он будет прав Потому что Народ ему отдал Свою собственность Пусть теперь Народ Самый думает Об этом Он ему отдал Свою собственность А то он говорит Я на законных Основаниях Получаю Собственность Дивиденды Исходя из размеров Собственности На средства производства На физический И денежный капитал Поскольку При капитализме Основная цель Была и есть Нажива А экономисты Мягко говорят Апологеты капитализма О прибыли И так далее А по сути Капитализм Держится на наживе На наживе Поэтому Поэтому При капитализме Все субъекты Рыночной экономики Так и Рыночь Связаны с коррупцией Это А Государственные служащие Б Представители бизнеса И даже Мы с вами Представители Домашнего хозяйства Потому что Взяткодатель Он ничем не отличается От взяткополучателя Он такой же Коррупционер Как и взяткополучатель Поэтому Все общество При капитализме Задействовано И находится В системе Коррупционных связей И отношений Поэтому Как ученый Я заявляю Что Коррупция Это родовой признак Капитализма Родовой признак Такой же родовой признак Как инфляция Как безработица И так далее Поэтому Если вы хотите Отказаться от коррупции Уходите от капитализма Если вы остаетесь При капитализме Дальше Коррупция останется Другое дело Конечно В разных странах По разному Борются с коррупцией Разные результаты борьбы Конечно Скажем В США Тоже Коррупционеры есть И крупные Но Извините Меньше Гораздо Чем у нас И в других Развитых странах Потому что Там законодательство Очень четко действует Там очень Как вам сказать Отработана Налоговая система Строжайшая Налоговая система Ну как сказал Один выдающийся Общественный деятель В Соединенных Штатах Он сказал так В жизни Две проблемы А Проблема налогов И Б Проблема смерти Вот как в Соединенных Штатах Что значит Проблема налогов Там конечно Мудрецы находятся Которые уходят От налогов Туда сюда Но там строжайшее Это все Строжайшее Я разговаривал с людьми Которые работали В Соединенных Штатах Ученые И так далее Так они вернулись сюда Уже год Два года назад А их все Преследует По электронной почте Выясняет Где он сел Там в кафе В каком Где он уплатил Что Где заплатил Не доплатил И так далее Вот вам капитализм Да В разных странах По-разному борются С коррупцией Мы еще Не способны На это И так далее Конечно При всем При том Что при капитализме Коррупция Это родовой признак И именно При капитализме Широчайшие возможности Для коррупции Потому что Она выражаясь Таким языком Необычным Заточено Все общество Заточено На прибыль На наживу На прибыль На наживу Конечно Коррупция исчезнет В коммунистическом Обществе Это вполне естественно Когда на смену Частной собственности Придет общественная Собственность Когда на смену Антагонистическим Распределительным Отношениям Придет отношение Распределение По потребностям И так далее Но это дело Будущего Я в это верю Рано или поздно Общество К этому Придет Другого не дано Или оно просто Скатится В животный мир Что мы элементы Чего мы наблюдаем Уже в нашем Обществе Оно придет Рано или поздно Если общество Хочет отличаться От животного мира Потому что На пути частной Собственности Это не произойдет Еще раз В заключение Хочу сказать Следующее Что конечно Россия Не исключение Россия уже Буржуазное государство Россия Капиталистическое государство Вполне естественно Как любому Капиталистическому Государству И российскому Нынешнему государству Присуща Коррупция Как явление Но Пути борьбы Самые разные Но еще раз Подчеркиваю Законодательства У нас Механизм Правовой Вполне Достаточно Не хватает Воли На его Использование Применение И так далее Вот на этом Я хотел бы Закончить Своё выступление Спасибо большое Для Василия Николаевича Возникают Особые Интересы Эти интересы Не обязательно Всегда противоположны Интересам Рабочего класса Но они просто Особые Но могут быть И противоположны И потакание Этим интересам Со стороны Дорожностного лица Это проявление Бюрократизма Ну а если Человек уже Чрезмерно Этому потакает Он уже становится Бюрократом И поэтому Как совершенно верно Неоднократно Василий Николаевич Здесь говорит Полностью Бюрократизм Коррупция Могут быть Ины только лишь При полной Отмирании государства То есть По при полном Коммунизме Высшей фазе Коммунизма Я думаю Проявления коррупции Были и в 37-м году Людей Рвущихся К наживе Преступным путем Их не запугать Остерами Это люди Это люди Часто Смерть И мы видим Как в Китае Действительно Несмотря на Самые жесткие Меры Коррупция Судя по тому Что об этих жестких Мерах Все мне пишут Коррупция Конечно Не такая Как у нас Но она Все таки Пыльнутая И не имеет Такого размаха С чем же Все таки Вот связан На мой взгляд Размах Именно российской Коррупции И коррупции В странах Вот в Катиноамериканских В странах Находящихся Под мощным Внешним воздействием Коррупция По всему прочему Позволяет Взрамывать Государство Взрамывать Страны Проникать Иностранному Государству Иностранным Спецслужбам Иностранному Капиталу И в общем-то Работать На ликвидацию Этих государств И в России Коррупция Она в общем-то Такой размах Имеет Что действительно Она создает Проблемы Для национальной Безопасности Ну и само собой В Латинской Америке Хоть и Василий Иванович Говорит Что слово Коррупция Позже появилось Но Панамский Канар Выграли давно А Панамский Канар Это определенное Такое Налицательное Имя То есть Тут Термин бы Фашизм И экспорт Вот с коррупцией Примерно тоже То есть В Соединенных Штатах С ней уборются Потому что Разрастаясь Она несет Угрозу Существования Государства Капиталистического И угрозу Национальному Капитану Национальным Интересам А в странах Так сказать Другого уровня Эту коррупцию Усиленно Насаждают Ну и потом Я бы не сказал Что маленькая Когда были события На Украине Говорили Что вот У нас воруют Десертной рожкой А вас воруют Ропатой Ну Василий Казаревич Принес Тут цифры Что в России 300 миллиардов В Евросоюзе 130 миллиардов Ну это никак Не десертная рожка Ропата Ну поменьше Да Но имеет место быть И не так и мара Но бороться с ней Взят Факт Взяткодательства Вообще Очень сложно Уловить Потому что Здесь и взяткодатель И взяткопоручатель Они очень заинтересованы В конспирации А почему все таки Вот В Советском Союзе На определенных этапах По крайней мере Его развития Была очень низкая коррупция Потому что И депутатов в советах И соответственно Чиновника любого уровня Потому что Чиновники Были под контролем Успахкомов Под контролем советов Можно было В любой момент Снять Просто за странные Какие-то его действия Пусть не доказана коррупция Вот скажем Советский инструментальный завод Продали американцу Имеющий стратегическое значение По инструментам И вроде бы Это противоречит Интересам Петербурга Американцев его уничтожили Интересам курортного района Вроде бы Всему это противоречит Но такой был энтузиазм Среди руководства Петербурга По этому вопросу У Валентина Ивановна Там деревья какие-то сажали И ездила туда И в общем-то Это странное нечто Вот В свое время Чиновника могли просто Уволить За такую вот странность Не без Как говорится Ты докажи А что доказывать Ты вот Зачем ты так вот Сделал Неправильное действие Произвел То же самое Если там Квартиру предоставили Не ветерану А кому-то другому В неочереде За это чиновника Могли уволить Не то там Как-то сложно доказать Что взят Куда Как там докажешь А просто увольнять За неправильные действия И все Это конечно Могучее очень Средство борьбы с коррупцией И оно Ну а в России Россию в конце концов Советский Союз уничтожили В том числе И подкупом Высших должностных лиц И так сказать Агенты влияния Тот же Яковлев Который еще В Америке В университете В 57 году учился И огромный вклад в него Конечно Это все решали деньги И поэтому в России 90-х годов Коррупция была В самом разгуле Ну а сейчас Наше местное государство Оно пытается Как-то здесь Васильеву все-таки Как-никак И на 5 На 5 На 5 Но 2,5 Отсидел Реально Ну 2,5 И он Подарковский Отсидел Человек такого уровня 12 лет Отсидел Это тоже Так сказать Шутки Ну как-то Все-таки Чего-то тут Пытаются По чуть-чуть Ну а что касается Отношений Вот Василь Николаевич Очень интересную цифру Привел Но когда бьют По голове Такими цифрами Там Вот говорят Надо больше Разоблачать Народ тогда Восстанет У него эти разоблачения Они переходят В свою противоположность Может 16 миллионов Биллиардов Там в Восточном Куда-то делись А у нас Политехи Там на строительстве Корпуса научного 25 миллионов Куда-то делись Так народ Уже Чего тут За эти копейки Это уже То есть Народу просто Притупляется Уже чувствительность От этих Снухшибательных Цифр Эти вот Разоблачения Они уже Обратную роль Играют Народ привыкает Ну еще раз Хотелось бы Поблагодарить Значит Василия Николаевича За замечательную лекцию Ну и пожелать Нам всем успехов В борьбе За Построение Много коммунизма При котором Совершенно верно Не будет Коррупции Не будет Бюрократизма При полном коммунизме Не будет Государства Не будет Специальных Людей Руководителей Поэтому Не будет Бюрократизма Бюрократности Каждый Из нас Извл致 Испишись Паспорт Я должен здесь дополнить. Спасибо, очень грамотное выступление, на мой взгляд. Дело в том, что всякого рода сторонники коррупции, особенно те, кто сторонники капитализма и так далее, кто приспособился к капитализму, они говорят, что вы хотите. Еще, скажем, старейший народа был коррупционер, и у него имели место приношения. Улавливаете? Значит, отсюда и действительно и при коммунии будет. Разложение. Да. Разложение, да. Ну, во-первых, здесь и мораль другая. Никакой коррупции, конечно, у старейшего народа не было. Во-первых, почему? Потому что там не было прибавочного продукта. Не было никакого излишка продукта. Там все настолько было распределено более-менее равномерно, что для коррупции уже ничего не оставалось. А вот с появлением государства, да, появляется возможность заниматься и коррупцией, появляется излишек продукции. Что касается коммунизма. Конечно, в управлении нельзя путать управление с бюрократизмом. Общество – это управляемое явление. Я студентам привожу гениальное образное выражение Маркса. Отдельный скрипач управляет сам собой, оркестр нуждается в дирижёре. То есть всякий кооперированный труд, коллективный труд, безусловно, он нуждается в управлении. Ну, во-первых, при коммунизме управление будет осуществляться на безвозмездных началах, а нам в это не поверить. Как же так? Да мы же как-то можем, на безвозмездных началах. И никому этот излишек продукта не нужен будет. Я студентам привожу простой пример. Я говорю, деньги. Я говорю, знаете, друзья мои, вам трудно поверить, но деньги – это историческое явление. Они отомрут вместе с государством. А как же Василий Николаевич будет? Я говорю, будет следующее. Я в том будущем далёком приду в гостиный двор. Мне потребуется пальто. Там увидят меня, скажут, что Василий Николаевич, наш человек, какой хороший, какое вам пальто. Померят, оденут и уйду я. Достаточно мне это? Достаточно. Потому что у меня будут разумные потребности. Такого уровня сознания, что я не подумаю о том, чтобы мне второе пальто дали. А сейчас и третье, и десятое хапуга будет брать себе и так далее. Это уже другой уровень человеческого сознания. Это истина человеческого общества, которое… А мы же сейчас, как сказали классики, живём ещё не в истории, а в предыстории. В обществе, особенно при капитализме, где животное начало, первичные потребности. Отсюда проблема потребительского общества на первом месте. На первом месте. А не духовное. Да, мы не откажемся как биологические особи при коммунизме, от пищи и так далее. Но у нас будут разумные потребности. А преобладать будут духовные потребности. Нам трудно это представить. Но это будет. Иначе общество просто выглядит, как животное стадо. А как же зависть? Видите, какие… Животное красивое. Скажут вам, вам православные скажут, это греховное начало. Даже религия против этого. Это греховное начало зависти. Это низменное проявление человеческих страстей. Вот чем дело. Православие сегодня нам говорит, зависть – это низменное проявление человеческих страстей. Это грех. Не будьте завистливы. А чему завидовать? Если все будут трудиться в меру своих сил и будут получать по потребностям. Нечему завидовать. Сейчас, конечно, надо завидовать. Один миллиардами ворочит, а другой думает, как ему купить картошку. Килограмм-два. Не завидовать, я недолго бы не живу. Да, ну это понятно. Другой я не знаю. Нет, а вот Ленин завидовал, Скорбиневич? Так он был бы председателем правительства. Он сразу был председателем правительства. А ему-то завидовали, которые ниже-то были. Ну прямо там кто-нибудь был. Ну Ленин-то не завидовал. Когда он Гонодар, там, на миграция, он тоже никому не был. Ну он же рос или там… Сразу же рос. Он на миграции Гонодар. Он писал, «Пусти здесь деньги, а то не есть голоду Акалерию». Ну от голода он скакнул, сразу вышли. Ну что он скакнул? Выберите Ленин тогда, когда он завидовал кому-нибудь? Для того, как он скакнул. Он, наверное, завидовал. Завидовал. Я еще тут у него самое произведение, но тогда это не проскальзывает. Ну а вот как? Министром стать, да? И что хорошего? Ну что, хорошо. Завидовать, значит, хотите оказаться на его месте. Вы хотите на месте министра оказаться? Какого? А почему я? А другим? А я? За других не надо говорить. Вы кому завидуете? Ну почему? Это как? Зависть существует сейчас? Ну существует. Как моральное явление, конечно, существует. Это понятно. Но оно связано тоже с экономикой. Вот в чем дело. В основе той же зависти, той же экономикой. Несправедливые распределительные отношения. Ну что мне бы завидовать, допустим, Михаилу Васильевичу Попову и сейчас? Если он по зарплате, нет, я сейчас приведу примеры, и будет ясно. Такой же, как я, профессор. Ну что мне завидовать? Правильно? Так он тоже национальный. Да, да, да. А если, скажем, возьмем какой-то вуз частный, где профессор получает пять раз десять больше, то невольно. И у меня даже при всей моей социалистичности возникает вопрос, а чем он лучше меня? Он по уровню знаний может быть даже ниже меня. И как ученые мне неизвестны и так далее. Везде экономический интерес присутствует. При коммунизме этот экономический интерес растворяется, потому что будут справедливые распределительные отношения. Ну нам трудно поверить в это, но это будет. У вас преподаватели есть, правда? Одинаковые по уровню. Чтобы кого-то деканом выставить одинаковые по уровню и по знаниям всем, ну как они их будут выбирать? Возьмут да и выберут. Да, и выберут. Это нужно из пальца. Ну и потом... Проблема не в том, что выбирают, а проблема в том, что сейчас деканов назначают. Да, да. Директоров института приказом вектора. Это очень дурная тенденция, которая разваливает высшую школу. И потом учтите, что сейчас каждая должность, о чем мы говорили, о должностном статусе, она несет свой как бы интерес экономический. Она увеличит этот экономический интерес. Она его овеществляет. Получается дополнительная зарплата и так далее. Вот почему и завидуют люди. А мне кажется, при коммунизме и завидовать-то нечему. Потому что министр это серьезная ответственность и так далее. Потом, на мой взгляд, если будет четкая ротация... Помните, как наши демократы говорили? Да засиделось там старье наше коммунистическое. Надо гнать его. Вот мы придем, будем переизбираться и так далее. Где это переизбрание? Как на Майдане. Да. Где это переизбрание? Возьмите в постсоветских республиках президентов. Сидят уже по 20 лет с лишним. Даже больше, чем генсеки и так далее. При коммунизме этого не будет. Не будет. Будет ротация кадров. Ротация кадров. Будет действовать закон перемены труда. Это очень важно. Сегодня я что-то вытачиваю. Завтра я управляю. Послезавтра я пою на сцене. И так далее. Все нам трудно это представить. Потому что это будущее. 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 Спасибо. Ну, товарищи, на этом закончим. Поблагодарим еще раз Василия Анатольевна. Спасибо и вам, друзья. Спасибо вам большое. Интересная лекция была. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...